Я читаю седьмую главу из Третьей книги царств. И скедры над бревнами на сорока пяти столбах по пятнадцати в ряд. Оконных косяков было три ряда, и три ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна в три ряда. И притвор из столбов сделал он длиной в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и перед ними крыльцо, и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это было сделано из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма Господа, и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, Тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он два медных столба, каждый восемнадцать локтей вышиною, и шнурок в двенадцать локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, семь на одном венце и семь на другом венце. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в четыре локтя, и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которые подли сетки. И на другом венце рядами кругом двести гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море. От края его до края его десять локтей, совсем круглое, вышиною в пять локтей. И шнурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть. Окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно, то есть море, стояло на двенадцати валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распускавшуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов. И сделал он десять медных подстав. Длина каждой подставы четыре локтя, ширина четыре локтя и три локтя вышина. И вот устройство подстав, у них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Так же и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею подли каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя. И при отверстии его извояние. Но боковые стенки, четырехугольные, не круглые. Под стенками было четыре колеса. И оси колес в подставах, вышина каждого колеса полтора локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их — все было литое. Четыре выступа на четырех углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на пол локтя вышины. И наверху подставы рукоятки ее, и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, столько, где позволяло место. И вокруг развесистые венки. Так сделал он десять подстав. У всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал десять медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала сорок батов. Каждая умывальница была в четыре локтя. Каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. И расставил подставы пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма на восточно-южной стороне. И сделал храм умывальницы, и лопатки, и чаши. И кончил храм всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. Два столба и две опояски венцов, которые наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов. И четыреста гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И десять подстав, и десять умывальниц на подставах. Одно море, и двенадцать валов под морем. И тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал храм царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сокхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлеб и предложение, и светильники, пять по правую сторону и пять по левую сторону. Перед задним отделением храма из чистого золота и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, серебро и золото и вещи, отдал в сокровищницы храма Господня. Редактор субтитров А.Семкин